Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New Life is my life. И судя по тому, что сзади у нас написано Marshalls, мы идем в Marshalls. И, наверное, еще в какой-то, может быть, в тот Рос, он попадает. Да, мы идем в Marshalls за всякими средствами по уходу за кожей. А в Рос мы хотим сходить, потому что, как мы уже несколько... А мы говорили несколько раз уже? Или это я уже сама себе придумываю? У Катаринки день рождения, и мы хотим ей купить альбом красиво. Она у нас хорошо рисует, и мы идем туда посмотреть альбом. Мы покажем, какие они бывают. Да? Ну, это вообще не альбом для рисования. Я думаю, это и без амири, это как бы подходит. Нет, 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 это именно для рисования. Это, по-моему, так и написано. Ну, они красивые, они в таком плотном переплете, как книга. Их удобно хранить, а я же все хранила. И в них специальная бумага такая плотная. Это не для заметок, это именно для эскизов, наброса, рисования. Нет, ну если захочешь писать книгу, и, допустим, в ней начнешь писать. Нет, ну, конечно, можешь. Ну, все, идем. Мы бросим, и хотим вам показать сразу вот такую куртку. Ну, это, наверное, только я хотел показать. Вот, да? Потому что тебе такое нравится. А тебе что, не нравится? Нет, мне не нравится. Ну, хорошо, тогда что, идем смотреть то, что ты будешь показывать. Первая наша задача, нам нужно у Катаринки альбом. Идем за альбом. Потому что вот я всегда нервничаю, если у меня что-то не готово. Ну, мы вначале зайцев посмотрим, шар, потом альбом. Пасха, она во всех магазинах пасха. А я обожаю готовиться к праздникам. Сначала зайцев, или сначала яйца. Где яйца? У них, наверное, свечка вставляется, потому что они сбокнут. Возьми, покрути одну в руках. Не, зай, я не буду в руках крутить, а то знаешь, блин. А то, что не куплено, то не считается. Зайка, а там есть... Уже есть. Да, здесь нужно вытянуть, но мы не будем... Сколько стоит? Сколько стоит показать? 14... 8,99. Вот, 14. А вот этот зайц, он из дерева? Нет, Сережа, я думаю, он керамический. 7,99 просто так сделал. Сделан под дерево, да? Блин, вот этот, как очень... Такой нарядный зайц. Зайка, ты знаешь, он бы даже, наверное, нам подошел под нашу... Он очень большой. Он отк... Ну и что? Нет, большой. У нас же маленький. У нас, котик, наша коллекция, и мы можем туда собирать то, что... Каких хотим зайцев. Да, хочу зайцев таких. Так, покажем. Влюбленная пара за 12 долларов. Блин, они какие-то тяжелые, что у них там внутри, я не знаю. В них что-то вставлено для упругости, чтобы они сидели такой вот... А, вот, смотри, какой зайц. Юноша джентлмен, такой модный, рубашка поверх рубашки. Я покажу вам, Сережка. Сережечка, покажи подушечку, вот эту красивую. Смотри, какая она милая. Тебе нравится? Нравится. Мне тоже нравится. Хорошо, что нам не нравится. Нам нужен альбом. Мы не туда идем. Смотри, бичбонт. Будешь как хот-дог лезать, что ли? Не знаю. Ну, прикольно. Ну, пошли в альбомы. А давай еще банкетки посмотрим. Давай. Я тебе сразу скажу, что таких банкеток, как нам надо, здесь нет. Сереж, а давай тогда следующий день свободно. Сейчас я езжу в магазинах, посмотрим обуви на цель. Да. А по мастеру, как это там. Да. Сториджи для обуви. А вот, кстати, то, что ты видела в этом. Но здесь почему-то 159, а там 24. Как бы, мне там один, мне эта цена больше. Здесь, наверное, другая. Другой пластик, что ли? Другой пластик, другая может быть сталь. Эта может быть более жесткая. Ну, в общем, вот так вот. Не, ну, мне больше нравится цена за 24. Ты знаешь, Зая, наверное, это ты потом устанешь вот отсюда доставать и пыль не перебать. Мне кажется, она туда будет пылиться. Ну, может, это и лучше, чем... Нет, там, наверное, по-другому сделано. А я все-таки думаю, дальше где-то сканяю, что нужно ехать в Икене, это смотри. Знаешь, почему, Зая? Возможно. Потому что в Икене все-таки много всяких этих... Таких вот для дома как? Для дома и для семьи. Что-то мы пока ходим не там. Не могу понять. Это... Где нам посмотреть? Как-то тогда они были навалом навалены. Да, они были возле игрушек. Игрушек я вообще сейчас уже как-то не вижу. Игрушки же переехали вон. А вот, вот он. Вон, смотри, целая куча. Смотри, какая кошка у тебя сзади. Вот бы моя мама уже от этой картины прям... Была очень рада. А вон Марвеловская картинка. А если кому надо вот такая фотография, обращайтесь. Я случайно, у меня идея нет хороших фотографий. Сереж, ну давай выбирайте. Так что выбирать? Вот, смотри. Мне не нравится. Вот, вот как они называются. Скетчбук. Мне не нравится. Во-первых, что он переистывается. Дочери это тоже удобно будет. Ну, что это за расцвет? Зай, ну это такая стая. Тебе розовый нравится. Поверь ты мне, дочери он мне понравится. Помнишь, ты там говорила, сколько они стоили, да? Вот 6 долларов. А у них здесь в половину где-то у них цена. Доставай, в общем, зайка. Давай посмотрим. А мне вот такая нравится. Смотри. Ну, это записная книжка, Сереж, ты не должен. Когда я использую свой, ты сможешь мне подарить вот такую. Я тебе еще несколько такую лицу не прижула. Ну, это очень такая, я знаю. Вот еще один бук. Зайка, ты так не делай, смотри. Вот, мне вот этот нравится. Я мечтаю. Твори, создавай. Ну, зай, ну вот этот розовый, конечно. Конечно, он еще не понравился. Так, зайка, посмотри, внизу их и маленьких, и больших. Вон, посмотри, еще кто красивый внизу. Сейчас, я здесь. Что у нас по этому? Тоже 6 долларов. Какой тебе нравится? Вот этот нравится? Да, чем? Мне больше вот этот нравится. Потрогуешь его качество бумаги, кстати? У них, наверное, разная бумага будет. Да нет. Мне кажется, что это для красок одинаковая? Абсолютно одинаковая. Теперь, вон, еще внизу, внизу говорю, внимание наверх обрати. Все еще что? Цветные палочки волшебные. Это пластилин? Пластилин. Прикольно. Ну, нам не надо. Надо детям напомнить, чтобы полепили. У нас есть пластилин. Нет, у нас Катарина лепит не пластилином, а этим самым. Глиной. Вот, смотри. Вот, что ей нужно купить. Смотри. Давай, посмотрим. А вот это вот в картонной коробке. Сейчас посмотрим, выберем ей, что пластили. В телефон не влазит. Я должен отойти на пару метров. Гелевые ручки. А сколько стоят? Под стул. Обалдеть. Так. Сейчас мы посмотрим. Так что-то, уж не будем мы думать об этих ручках? Она гелевыми ручками не рисует. Ей нужны ручки, которые не гелевые, а цветные, но простые. Как это объяснить? Цветные, но простые. Вот, я сказала. Ну, когда в центрах купим. Тоже гелевые, по-моему, 50. 9,99. Ей точно гелевые не походят? Мне так хочется и подарить. Но я знаю, что она гелевыми не рисует. Зайка, вот сзади у тебя, вот эта вот невзрачная коробка. Не надо ей? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Они потекли. Потому что их держат вверх ногами. Ну, это некрасиво. Оклеевые фпенты. Может быть, ей краски новую купить, зайка? Еще старые не с краской. Ну что? Она художник, зайка. Она творит, понимаешь? Ну, все, такое впечатление, что сегодня нужны всем краски и альбомы. Мы создали неплохой ажиотаж. Я тебе говорил, бери альбом, посмотри, что сзади делается. Собрали все наши скетчбуки. Ну, в общем, мы, наверное, пока повыбираем, а потом расскажем. Итак, мы решили еще шестой подарок. Это будут краски. У Катарины есть такие краски. Но они уже начаты, она ими уже пользуется. И вообще, ей как натуре творческой надо постоянно подпитывать красками, карандашами. Короче, мама хочет сделать праздник. И поэтому она решила, что художнику надо много красок. Да, потому что она работает. Короче, я прямо сейчас вот вижу, что ты хочешь сделать подарки, праздник, все дела. Давай. О, котик, ты мне настроение не портишь. У тебя тоже в скорости рождения, а то останешься без подарков. Давай. Так, значит, вот один с ленивцем. Такой. Ну, в общем, мы решили, что будем покупать два уж. Да. Потому что у него... Ну, под разные настроения. Катариночке нравятся ленивцы. Вот такой, но мне кажется, он немножко маловато по размеру. Она у нас... Формат. Не берем, значит, такой разный. Такой не берем. Такой не берем. Вот этот, который мне первый понравился. Потом вот этот, ну, он какой-то депрессивненький немного, честно говоря. Ну, наверное, да. Не будем черный брать. Блин, и с кистями. Короче, нам, значит, надо взять, я думаю, один, чтобы откидывался через, второй через. Ну, хорошо, в смысле, у нас получается вот этот берем тогда ей, да? Угу. Ну, например. Например. И тогда нам нужно решить между кистью такими, да? Вот это. Ну, ты считаешь, что ленивцы лучше? Ну, я знаю, что ей нравятся ленивцы. Ну, давай тогда ленивцы возьмем. Я думаю, она будет странная. В общем, решили два скетчбука и краски. И то, что она заказывала, как и... Как и что? Ну, как у нас обычно, что три, то, что она заказывала... Не, ну, то само собой нужно... А он, смотри, ему сам Антонио порадовался. Я думаю, ему просто Катарина нарисует. Катарина ему нарисует. Полюбаса. Сдержимся. Радно, а сейчас пойдем посуду посмотрим. У нас просили показать посуду. Но, опять же, это, наверное, не та посуда будет, которую хотели посмотреть. Ну, это будет какая-то просто посуда. Вот давай покажем, что, например, по приезду можно купить вилки-ложки. Набор стоит... 17,99. Сколько здесь портал? 20. Вот здесь будут... Короче, вот 20 вот таких персональных наборов с 5 предметов. Не 20 персональных наборов, а всего 20 вещей почти. Четыре персональных. Да, для четырех. Вот еще покажи черненький. Ну вот, 10,99. Здесь тоже 20. 10,99. Такой же картинок дешевле? Здесь 16. Блин, вот эти черные интересные. Ага, красиво смотрится. Сколько он стоит? 20. Это сталь? Да. Класс. Красивенько. Набор ножей. Покажи, пожалуйста, какую-то коробку. А не надо ее стаскивать, я ее так покажу. Значит, вот такой вот набор ножей с подставкой. Вот столько стоит. А вот просто ножи без подставки. А? Здесь много, да, тоже разделочные пипи? Короче, здесь вот столько вот. Будет разных ножичков. А стоят они сколько за? Пока я не знала. Не видела. 14. 15. У нее все время короче 14. Ну да, можно говорить 14. Это доллар подарочный. Сольнички. Перчички. Ну, идем, наверное, больше в посуду дальше, да? Короче, ножики отдельно вот можно всякие купить. Прищепки. Точилка для ножа. И прочие купонные. Можно модным словом сказать, вставки. Это прищепки такие модные? Классные. Смайлики. А что вот это вот? Они какие-то пластмассовые такие блестящие, интересные? Сюда вот эти две ложки. Поварюшки. Да, это пластик. Такое, прямо как мрамор смотрится, интересно. 3,49. А вот, смотри, как раз тоже эти заклепки. Должны. Так, кто-то такие прищепки большие. Зай, на больших пакетах, как у нас пакет с овощами тоже. Смотри, какой красивый. Зайчиков печенюшки делают. Мы, конечно, наверное, может где-то отстали. Какой-то моды. Смотри, это черностое. Вот, зайчиков печенюшки. А где черностое? Вот, поцелушки, да? Да. Прикольно смотрится. Вот, треножечка. Сминь, 99. Вот, тоже такой. Интересно, я такой пирал себе. Мы давненько сюда не заглядывали. Ну, потому что у нас еще есть, мы поэтому не захотим. Модные кушки подарочные. Смотри, Антон. Блин, нам нужна буква К. Саша. Ну. Зай, у нас столько кружек, что нам не надо буква К. А сколько стоит? 5,99. Иди, расскажи, сколько стоит кастрюли, покажи. С тысячи атакатчиками, думаю. Ну, вот, возьми, покажи пару кастрюлей. А что мы будем эти показывать? Я бы хотела показать те, которые мы и пользуемся. Мы вот этой фирмой пользуемся. Нет, мы этой не пользуемся. Этой тоже пользуемся, зайка. Ты путаешь. В общем, такая кастрюлька стоит 22,99. Ну, это хорошее. Здесь очень удобно, чтобы сливать. Крышка вообще очень удобная. Дай, наверное, пройти, зайка, надоедет, что-то. Сай. Зайка, мы пользуемся другой фирмой. Но она... Зай, у нас тоже эта фирма есть, по-моему. У нас две разные. Ну, это не принципиально, но это хорошее. Ну, я просто хотела показать именно, которую мы пользуемся. Которая точно знаю, что она хорошая. И я знаю, что... Ну, ну, из-за ней... Вот, Потабелла. Да. Мы пользуемся вот такими вот кастрюльками. У нас кастрюльки такие, у нас сковородки такие. Они очень удобные. И с ними очень легко... Они легко... Я не знаю, они легко моются, за ними легко ухаживать. И у них очень хорошее качество. Потому что, когда мы приехали, только мы... Ну, наверное, как и все, старались сразу очень экономно... Ну, бюджет свой расходует. Все деньги, с которыми мы приехали. Мы поехали в Волмарт. Мы купили набор такой. Он стоил около 60 долларов. В него входило там 12 кастрюль, 3 сковородки. И, в общем, буквально за полгода это все пришло в полную негодность. Да, и поэтому мы стали... И потом мы начали покупать уже покупать. Я почитала, мы стали покупать вот эту фирму. Сейчас вам скажу, сколько стоит. Вот такая кастрюля стоит 17 долларов. Допустим, вот кто видел влог о том, как я драники готовила, вот эта сковорода, на которую я готовила, она стоит около 30 долларов. Ну, в общем, их покупка себя как бы... Оправдывает. Оправдывает, да. Потому что вот то, что мы купили за 60 долларов, мы их просто выкинули все и все. Через полгода. Ну, там полгода это, ну, уже очень условно. Что-то раньше испортилось, что-то позже. А, и вот этой фирмы... Давайте я тебе покажу вот эту вот. Именно вот где. А где фирма написана? Почему я просто узнаю материал вот тут? Это не знаю. Где? Короче, вот такого качества, вот такой фирмы. У меня есть как коза. В нем тоже, я уверена, и уже я им пользуюсь 3,5 года. И я очень-очень довольна. Не скроватка, учатница. Нет, 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 зайка. Казанчик не красный этот чугунный. А, короче, девочки поймут, мальчики не загоняйте. Нет. Ну, вот я просто за... Я хочу говорить, Сережа, за то, чем я пользуюсь. Это правильно? За что я могу отвечать? Это правильно? Я вот такой сковородой, допустим, ни разу не пользовался. Я не могу сказать, что, а, приезжайте, покупайте, а потом люди купят и будет... Пойдем посмотрим, там, наверное, есть такие сковороды. У нас такие были в деревне. Мы сами их выпиливали. Пойдем посмотрим, может, сковороду найдем. Вот что-то, короче, типа вот такого плана. Там в одной коробке было все, все нарядно, все нарядно, и это нарядно закончилось очень быстро. Вот, зай, не они летят. Только в обороте будут покупать. А что вот это за деревая створа? А я не знаю, что это. А, это за шок, типа, какой-то. Зай, честно сказать, я не знаю, что это, но мне стало интересно. Чтобы готовить на... Барбекю делать. Ага, красно. Ну, мы как решим вопрос нашей... Нам надо сковорода для блинов, и мы никак не можем себе купить. Не сковорода для блинов, нам нужно с барбекюшницей нашей и перестановку сделать. Не, барбекюшница, это само собой. Но я говорю, у нас назрела покупка сковороды, чтобы готовить блинчики, и мы пока вот не знаем... У нас появился новый шеф-повар, по-моему, нам. Не знаем, на чем нам остановиться. А, вот покажи посудки тоже, какие интересные посудки. Ну, наверное, люди хотели посмотреть посудку, типа, да. Наборы типа... Здесь такого нету, это Сережа нужно ехать. Не, ну оно бывает. Ну, вот. В таком плане, может быть, сейчас мы перейдем там за... 16 штук. 20 долларов. Здесь суповые, кружки. То есть, короче, полностью можно... А в Волмарте я могу сказать точно, что... Такой набор будет стоить 29 где-то долларов. Мы тоже по незнанию покупали сразу в Волмарте все. Можно было пойти и взять здесь. А вот здесь еще, Сереж, смотри. Наборы бокала всякие. Стаканы. Ну, давай, к примеру, бокалы. Здесь их долларов, 4 штуки. А давай вот еще вот такой набор посуды покажу здесь. Да, вот красивый, 20. 20. Ну, бельненький, нарядненький. Почему я ценник не вижу? Может быть, сверху или снизу? Да, я покажу, что в него входит вот здесь. Вот, подожди, зай, проверю. Я вот так вот покажу. Можно прочитать какие тарелки, пиалки и чашки. И глянь снизу. Блин, ну я не ценник. Ты просто его чуть-чуть поверна. Ценники, я так и не вижу. Я, наверное, его где-то... А вот на этом? Где-то его просматриваю. Что надо проверить, да? Данечка, процентов на дне стоит. За его нету. Он на дне щелом. А, вон, 20 долларов. 20 долларов, что-то, да? Мне нравится вот этот вот зеленый. А вот просто набор тарелок, 9,99. Смотри, вот этот вот такой свежий. Ментоловый. Вот с двумя сольничками. Ну, 20 плюс 2 сольнички. Ну, они получаются... 20 долларов. Вот, красненький опять такой. Рюмочки. 10 долларов. Ну, в общем, если надо быстро купить посуду, то лучше всего, наверное, идти в роз. И можно будет подобрать на первое время, чтобы сэкономить, чтобы не тратиться чистить. Что значит на первое время? Нет, ну, я имею в виду, что... Это какая-то такая формулировка, как будто... Ну, я неправильно сказал. Не на первое время, но... Мне салатница вот эта очень нравится. Смотри, какой хороший набор. Круто депрессивный, 19. На вкус и цвет. Беленький, 17. Вообще, да? Я не понимаю этого понятия на первое время. Ну, это как я сказала про нарядное белье, так ты на первое время. Понятно, разобрать. Ну, короче, человек хочет, может быть, купить себе то, что хочет, но он не знает, где лучше найти это. Правильно? А кушать надо уже сегодня, поэтому можно прямо сегодня пойти в роз и купить набор посуды, а потом сменить там, именно вот человек хочет, там, блин, грубо говоря, набор от коммунарки, да? Или от Добрушцевской фабрики. И все, он просто купит и будет кушаться, потом закажет. На, подержи, а то я хочу показать вам, сколько гуси стоит. Так ты куда пошла смотреть? А я пойду в джинсы, посмотрю, как я сапером. Опять джинсы? Да. Ну, давай, царь, Ганя. А мы посмотрим. Опять кроссовки, а что нам смотреть? Правильно? Пойдем посмотрим немножко обувь. Давайте большие размеры посмотрим. Опа! Вот такой Найк не влазит в телефон. Цена 54 доллара. Дорогой. Размер. Опа! Не фокусируется. 18-й. размер очень большой. Так, давайте еще посмотрим вот такие замшевые. это же Джордан. Так, стоит будет 54. Опа! Такие классные. Размеры тоже 18-й. Ума 40 долларов. Ума 40 долларов. Обуви очень много, но чего-то интересного, такого, чего мы не видели, я не вижу. Поэтому, наверное, задерживаться не буду долго. Пойдем посмотрим, что Маришка смотрит. Цена не видна, она из-за куда-то, почему-то. У меня это. Замшевые. Замшевые. Очень легкая фила, абсолютно легкая. 10-й размер. Вот, 6 долларов. 45. Что-то у нас будет. Две пары шнурков, прикольно. А, это андер-арма. А, это андер-арма. Абсолютно интересная пара. Уронила немного. Слегка как силиконовая. Стоит 50 долларов. Интересная моделька. Все, вышли счастливые обладатели покупок из Роса. Оставили 36 долларов 9 центов. Купили краски. Два альбома. Два альбома. Это альбом, не все, что ли, блокнот? Ну, альбома, блокнот для рисования. Или шортики для покупки. И купили мне шорты. Сколько они? 14? 14. 99. Вот. Шорты купили здесь. Потому что, потому что я хотел спортивные, короткие шорты. Последнее время. Или вернее, последние два года назад я купил себе шорты в Омарте. Там что-то долларов по пять. Вот. Я их носил, носил, сносил. И захотел такие, какие захотел. В общем, у меня были одни коротенькие шорты, мои любимые. Вот. И они уже сносились. А эти мне надоели. И мы решили купить мне модные шорты, молодежные. Решили порадовать соседей. Да. Сменить. Вот. Ну, все. В общем, на этом такой вот небольшой влог заканчивается. Боже мой, в машине душно. У нас сегодня уже 21 градус. Вообще так классно, тепленько стало. Вот. Небольшой такой влог обзора Marshalls и Росс заканчивается. Мы купили пару покупок. Были рады вам все показать. А, и кстати, да, мы рассчитались, когда покупали мне средства для лица. Этим, ну, как-то это не купон, а как это называется правильно? Это бонус. Возврат на кредитную карту. Да. Мы рассчитались. То есть. Два средства по уходу за лицом, это обошлось 4 доллара. 4,25. Грубо говоря, это стоило 14 долларов, мы заплатили 4. 10 долларов, это пришли, опять же, ну, можно называть кэшбэк, можно называть бонус, там, можно называть как угодно. Смысл в том, что чем удобны кредитные карты, тем, что вы не лезете в долги, а тем, что вы покупаете товары и получаете деньги назад, и потом можете себе позволить вот такие какие-то мелочи за вот эти вот подарочные деньги. Все, вы были на канале Наша Жизнь Америки. New Life is My Life. Подписывайтесь, подписка по-прежнему открыта, ограничений по национальности, цвету кожи, размеру ноги, возрасту и прочим делам не имеет. Кто подписался, тот красавчик. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете вообще обо всем. Ну, в данной ситуации, что вы думаете о ценах, о магазинах, да. Пишите, давайте общаться, обсуждать. И до встречи в новом влоге. Bye-bye, пока. Хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok